Всем привет, друзья! Сегодня мы снимаем для ресторана Формаджи от Беллини Групп. Мне нужно только одно от вас. Что делает этот человек? Рука монстра. Я думаю, это успеет. Горам ки... Бах, бах! Уже хочется как-то сесть просто и ничего не делать. Но мы справимся. Ну что, друзья, мы почти начали уже свои съемки. Сейчас у нас... Мы работаем в тестовом режиме. И сейчас вот мы тренируемся на яблоке. Смотрим, как лучше будет кадр. Такая вот у нас картинка. Но гораздо больше вы сможете увидеть вот здесь. Это у нас специальный монитор, чтобы было видно. Каждую деталь. Черный фон. Сзади черная тряпка просто висит. Вот. И у нас софтбокс с рассеивателем на специальной стойке журавля. Что делает этот человек? Непонятно. То есть... Нет, нет. Нет, ну там как-то... Да, но ты преимущественно старайся посыпать его ближе к камере. То есть вот здесь. Потому что фокус... На передней буквы, да. Давай начать лить будем. Начинаем туда. Давай. А потом... А, да. А потом вот так вот по кругу, да. А потом по кругу, да, просто пройдусь. Да. Или прямо теперь на моцаре. Ага. Пошел 15-й день съемок. Все голодные. Да, все голодные. 15-й день ели. На 16-й день его съели Егора. Все, готов. Так, что я здесь хочу? Короче, можешь побольше, ну, покрутить, чтобы больше массы такая перца отсыпалась, у вас получится, и только это максимум. Ну, а почему получится? Да, давай попробуем. Сейчас будет скрытая съемка. Ну, потому что мы не должны пугать камерой гостей. Я потихонечку покажу, что мы делаем, как мы снимаем запекание бекона. Шеф-бар Формаджо находится прямо в зале. И посмотрите, что мы сделали. Друзья, вы такое видите 100% впервые. Смотрите, у нас здесь стоит, там у нас запекается бекон, и вот это вот здесь у нас под шторкой стоит камера, которую мы закрыли, чтобы лучи света не попадали и не отражались в духовке. Там духовка, и там запекается бекон. Но это очень необычно. Сергей, что вы думаете на эту тему? Я думаю, это успех. Это техническое образование. Плохо спутник, полумышленности. Мы посмотрим, что случилось с нашим беконом. Он сгорел. Красота, значит, будет нормальный кадр. Нацелился? Давай. Подожди, стой. Я сейчас сначала маслом. Ну что, друзья, сейчас у нас 16.45. Пришли мы сегодня сюда в 9. Ровно 8 часов мы уже снимаем, и, ну да, мы сняли больше половины, но еще предстоит так называемые водные процедуры нам снять. Это с аквариума, вот с этим, в который мы будем наливать воду и кидать туда фрукты, овощи. Вот это мука, гора муки, вот так вот, да. Вот сюда мы будем кидать рыбу, вот эту, да, предположительно. В общем, еще предстоят, конечно, интересные кадры, вот. Но усталость 8-часовая, конечно, уже немножко сказывается. Уже хочется как-то сесть просто и просто ничего не делать. Но мы справимся. Мы уже почти на завершающей стадии. Вот какие классные у нас видео получаются. Смотрите. Бах, бах. Огонь. Вот здесь, да? Запомнили, да, это? Да, я запомню. Палец средний. Все? Да, я пишу, снимаем. Так, смотрим, что получилось с нашими огурчиками. Так. Ага. Ну, как бы, в принципе, нет, уже неплохо. Я снимал. Неплохо, надо еще каких-то больше вот так. Между собой. Просто я их столбиком почти кинул, а сейчас их нужно еще раз деть. Вот я последнюю разбегал. Я понял. Ну, давай еще раз. Давай еще раз. Давай еще раз. Ну, знаешь, уже неплохо. Я дома, когда снимал, там прям, ну, раз в десять пришлось сделать, чтобы нормально получилось. А здесь уже неплохо. Я не был мастера кидания вообще. Да, точно, Серега. Почему я тебя не послал? Потому что ты не знал. Ребята, посмотрите, во что мы превратили банкетный зал в ресторане Формаджи. Просто мука, просто мука, просто мука, салаты. Вот это вообще что такое? Ну вот, друзья, и закончился наш съемочный день. Мы проснимали 11 часов. Да, конечно, есть усталость определенная, но сегодня были реально очень вкусные, классные кадры. И я думаю, что из этого получится отличный ролик. Поэтому спасибо, что смотрели этот бэкстейдж. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok